Вячеслав Анатольевич, скажите пожалуйста, прибавилось ли у вас сегодня оптимизма относительно дальнейших перспектив закона проекта и его трансформации в полноценный закон? Как вы оцениваете краткие итоги обсуждения? Ну если говорить о том, что приобрел ли он целостный вид, он сейчас имеет целостный вид. Другой вопрос, что мы считаем, что конечно же это не верт совершенству, не какой-нибудь законодательный шедевр, над ним еще надо работать и работать. И с этой точки зрения, вот предложения, которые сегодня высказываются, они очень полезные, позитивные, я думаю будут учтены. Значит, очень для меня важный настрой такой всех дальневосточников, и вот сегодня вы обратили внимание, что председатель парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья, значит, председатель законодумы Хабаровского края, выразил такое консолидированное общее мнение о том, что если у них раньше были сомнения, теперь они поддерживают этот закон и считают, что необходимо его принять. Поэтому вот такая, значит, поддержка, которая есть отсюда, с объектов Дальнего Востока и Байкальского региона для нас очень важна, и это первое условие того, что этот закон может быть принят. Ну а второе, 27 марта на встрече президента Российской Федерации с Советом Палаты, Совета Федерации, там обсуждался вопрос о Дальнем Востоке, и президент дал прямое поручение представить ему править законы. Конечно, это не значит, что он будет легко там и свободно там проходить, потому что вы понимаете о том, что там есть очень много вопросов затратных, которые потребуют как бы времени для того, чтобы их оценить, и как бы экономическая ситуация не очень благоприятна для того, чтобы такие затраты нести так большие, тем более, что появляются новые затраты в связи с известными событиями по республике Крым, надо там тоже очень много работать. У нас не закончена федеральная программа Дальний Восток, есть еще федеральная программа Юг России. Короче говоря, забот очень много, и в каком объеме, и как, в каким темпом могут продвигаться, это мы посмотрим. Но тот факт, что такое поручение есть, очень важно. Даже вот в этом законе, который мы сегодня обсуждали, есть специальный раздел, который касается и обязанностей муниципалитета, и в выступлениях сегодня звучало, и, так сказать, преодоление вот этих шлагбаумов для инвестиционных проектов, преодоление бюрократии, которая существует на местах. Я полагаю о том, что задача, которую поставил наш президент по совершенству системы местного самоуправления, будет рассматриваться в комплексе. И мы вчера получили очень хороший заряд поддержки, знаете, вот именно комплексного подхода к развитию местного самоуправления. Не воспринимаются законодательные инициативы, которые наделяют с федерацией полномочиями регионы или муниципалитеты, и не подкрепляются бюджетными источниками по их реализации. Вчера это было высказано на двух круглых столах, и, конечно же, приезжая туда продолжать работу, я буду это учитывать обязательно и доведусь до всех своих коллег, которые этим процессом занимаются. Что касается вот этого проекта, вот здесь наш комитет будет руководить этим процессом Вячеслав Анатольевич, а мы всячески стараемся доброкачественно выполнить все те поручения и направления, мы сегодня получили очень и очень серьезную поддержку с точки зрения наполнения содержательных практически каждой статьи. Наверное, все подробно записать невозможно будет, там уж какое месторождение, и как разбивать, и так делать, но найти общие принципы, которые помогут именно отразить поднятые вопросы, мы будем стараться. У нас не так много времени до конца весенней сессии, все выдать, но будем работать в этом направлении, чем и те к этому готовы. Вячеслав Анатольевич, какое ваше общее впечатление, мнение о прошедшем доседании и обсужденных вопросах? Ну, я очень рад, что прозвучали самые разные точки зрения, вы заметили, выступающий, каждый говорил на свою тему, и со всех сторон, как бы, теперь уже они внесли предложение для проекта закона, это будет хороший материал для того, чтобы мы дальше работали. Ну, и я очень благодарен руководству республики, потому что все организовано, как часы, как у нас, и такая заинтересованность большая. Я должен сказать, что и президент республики, и законодательное собрание тоже активно работают по этому закону, и мы получали от них очень развиванные такие предложения, которые во многом учтены здесь. Так что очень хорошие такие впечатления, мнения. В рамках закона о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и регионов Забайкалья большое внимание уделяется социальному аспекту. Это связано с тем, что и в стратегии развития Дальнего Востока, и в программе развития Дальнего Востока все направлено на создание нормальных условий для жизни и деятельности человека в регионах Дальнего Востока. Это основная задача. Основная задача закрепить то население, а то, которого сейчас преобладает в регионах Дальнего Востока. Сейчас на Дальнем Востоке в 9 регионах проживает около 6 миллионов человек. Мы каждый год теряем от 40 до 50 тысяч населения, которое покидает Дальний Восток. Вот этот процесс надо остановить, а остановить можно только созданием рабочих мест, создание условий для проживания, для отдыха, для того, чтобы поправить здоровье, создание хорошей медицины, учебы и ряд других мероприятий, которые направлены на повышение социально-экономического положения населения. Все для человека. Вот главная задача, которая будет решаться программой и, безусловно, тем законом, который мы делаем под эту программу. Надо отток населения с Дальнего Востока превратить в приток населения на Дальний Восток. Надо экономику Дальнего Востока выстроить не догоняющей экономикой, что мы догоняем экономику Японии, Китая, где ВВП на порядок выше, чем у нас. Почему? Потому что мы торгуем, как правило, сырьем. Они привозят уже готовые товары, сделанные из нашего сырья, но которые стоят дороже, чем продаем мы сырье. Поэтому главная задача, которая заложена и в программе, и мы ее вложили в тот проект закона, который мы будем сегодня рассматривать на заседании рабочей группы, это все для человека, для кофортного пробывания его на Дальнем Востоке.